Я для себя решила и никому не сказала, что я буду баллотироваться. Прилив энергии невероятный. Вы избавитесь от всех стрессов. Вот сразу. Мне нравятся женщины, которые открыто говорят о том, что они хотят быть в большой политике. Душу греет то, что я помогла нескольким нашим детишкам, выпускникам городского детского дома получить квартиры. Наши женщины в Казахстане мало друг друга поддерживают. Феминистки меня любят, я их очень люблю. У них другая стратегия. Поверьте мне, поступают они еще похуже, чем женщины. Почему вы не баллотировались в Сенат? Я знаю, что мой телефон есть у всех. Харокат, аккуратно, не уплывите никуда там, чтобы под воду. Это проверенные места, и нужно купаться только в проверенных местах. Но однозначно я ничего не боюсь. Харокат, мы с вами встречаемся после выборов. Есть о чем поговорить, на чистоту, уже все прошло. Ну да. Что вам дали эти выборы? Ну, в первую очередь, уверенность. Опыт. Вместе с тем, я получила, я знаю, какие у меня были ошибки. А самое главное, я почувствовала поддержку. Я почувствовала то, что я нужна, что я на верном пути. Я планомерно, долго шла к этому. Я мечтала об этом. И я ждала этого случая, этой возможности баллотироваться. А когда вы приняли для себя решение, что на, ну не знаю, там, каких-то определенных президентских выборах вы будете участвовать? Ну, наверное, пару лет назад, после депутатства, я уже подумывала об этом. И вы знаете, последние годы политическая активность какая в стране была. Как это происходит? Вот, например, если завтра, через 7 лет, вдруг я тоже решусь, куда идти, кому говорить? Как это регистрируете? Вы ждете, вы анализируете, ждете этого часа. Я прекрасно помню, когда глава государства объявил о том, что, возможно, будут внеочередные президентские выборы, я для себя решила и никому не сказала, что я буду баллотироваться. Мужа не сказали? Никому. Как-то вот у меня в характере не говорить, делать не говоря. Куда идут обычно? В Центр-Изберко? Куда вы пошли? Конечно, есть закон о выборах. Я стала смотреть свои документы, я стала изучать, еще раз проверила. Все сходится. Стала сдавать документы, да. Но это первый шаг, это первый шаг. И я стала думать, кто мои соратники, на кого я могу рассчитывать. Это огромная работа на самом деле. Кто вам помогал? У меня много друзей, которые давно со мной разделяют мои идеи. Вот ваш предвыборный штаб, кто вошел? Политехнологи, с которыми я всегда советуюсь. Те, кто занимается идеологией. Один из них сидит с нами сегодня. Да, мой пресс-секретарь. Опытный человек. Да. Видите, я еще говорю, хороших людей Всевышний сам посылает. В нужный час, в нужный момент. Есть люди, которые присоединились ко мне в тот момент, когда мне это было нужно. А что было самое трудное вот в этой предвыборной гонке? Набрать 1% голосов. Как это вообще происходит? Вот я почувствовала тогда, как важно иметь друзей. Друзья, родственники, соратники по всем регионам. Вот результат их работы. Это нужно было удостоверение и подпись. Да, в кратчайшие сроки собрать 1% в поддержку кандидатуры, баллотироваться. Больше полутора миллиона подписчиков в Инстаграм, но я не уверена, что все там подпишутся. Ну, проверьте себя. Баллотируйтесь в следующий раз при возможности. Я шучу. Это очень серьезный шаг. И здесь, конечно, нужно очень много трудиться, взвешивать. Сколько времени дается для того, чтобы собрать 180 тысяч подписей? А там зависит от того, когда вы сдали документы, когда наступает срок. У нас в целом было не больше недели. За неделю можно 180 тысяч подписей собрать? Да. Так и произошло. Чем больше регионов вы посещаете, тем больше голосов. Я видела в вашем Инстаграм, как вас встречали с цветами. Я видела, что люди были очень так добродушны. Мне кажется, для людей было тоже интересно. Мы же не привыкли к этому, что у нас женщина хочет власти. У нас народ добрый, понимающий. Даже если они говорят о проблемах, где-то злятся. Но в то же время он добрый. Батасенбереп, уздерны, лебезнайта. Добрый у нас народ. И еще, наверное, очень важна была программа моя. Ведь программа о национальных ценностях, о семейных ценностях. Кстати, я вот еще раз убедилась, как это важно для людей. Семейные, национальные ценности. О май гад, Харахат. Что вы хотите, чтобы я тоже вместе с вами? Это ж такое удовольствие, Динарочка. Вы это ощутите? Когда вы выйдете из воды, вам будет жарко. Вы впервые когда в прорубь полезли? Ну, с 25 лет я моржую. С 25 лет? Да. Если не секрет, сколько он сейчас? Мне 48. Легко посчитать. Слушайте, ну это безопасно, что я впервые, то есть я, честно скажу, я боюсь холода. Я мерзлячка. У меня, конечно, был опыт, когда я там с сауны, я не знаю, с акской бани бежала в купель. Но это совершенно другое, потому что ты забежишь в баню. Вы станете здоровее, в плане оздоровитесь крепче. Для здоровья это очень хорошо. После этого мы побегаем еще по снегу. Вообще прорубь же не в каждом городе есть. Это такое редкое удовольствие. Когда нет этого, можно просто обливаться ледяной водой дома. Что я и делаю. Когда мне говорят, что я хорошо выгляжу, я вот считаю, что это, потому что всегда веду здоровый образ жизни и всем советую. Но я за то, чтобы люди купались в проруби, вот в такой, да, где есть люди рядом, где специально все приготовили. Специально отведенных в местах. Да, потому что это на самом деле очень опасно. Здесь не нужно искать привязку к религии. Христиан-да Роман Боссен, очень уважаю. Всех, все религии. Но это вот просто про оздоровление, про здоровый образ жизни. Я думаю, что люди маржуют не только из-за религии, да? Люди же, это же выбор. О май гад. То есть мы сюда сейчас с вами переоденемся и будем... Окунемся. Окунемся. Можно я буду один раз? Вы захотите сами еще раз. Я уверена. Я сейчас уже сомневаюсь. Мы окунемся. Я окунусь два раза, вы один раз. Хорошо. Что это дает? И мы побегаем. Вы знаете, это такой прилив энергии. Невероятный. Вы избавитесь от всех стрессов. Вот сразу. Короче, если у вас стресс, вы можете прийти в прорубь, окунуться. Стрессу всех. Это реально поможет? Вот мне бы очень хотелось ваше мнение услышать после этого. Давайте переоденемся? Давайте. Давайте. Попробуем, давайте. Вас поддерживали и вас критиковали. И критиковали, как я заметила, в основном женщины. И были среди этих женщин женщины, которые, на мой взгляд, я могу ошибаться, сами хотели бы быть кандидатами в президенты, но не хватило, может быть, смелости, не хватило, может быть, уверенности и, может быть, чего-то еще. Или упустили шанс. Или упустили шанс. Вы заметили это сами? Да. Ну, критиковали все, так скажем, и мужчины, и женщины. Это выборы, так должно быть. Здесь ничего удивительного нет. Но если вот говорить о женщинах, то результаты выборов показали, что наибольших голосов дали женщины. За вас? Да. Вот такая статистика. Вы довольны собой, как прошли вот ваши дебаты? Дебаты не совсем. Не совсем довольна. У меня, казалось, усталость и, может быть, какое-то отсутствие опыта. Я редко бываю довольна собой. И вот до сих пор я дебаты не смотрела. Мне почему-то не хотелось пересматривать все это, переживать. Ну, по-моему, видно было, что вы... Волнение? Волнение, да. Но зато это естественно. Мы находимся в столичном Акимате, где вы трудитесь на должности внештатного советника Акима по социальным вопросам. Абсолютно верно. Уже больше года. Больше года, да. У вас есть свой кабинет. Да, для удобства, конечно, кабинет нужен, потому что часто проводятся встречи с населением, с комиссиями и так далее. Скажите честно, это была ваша инициатива? Мне предложила Аким. Было предложение быть... Аким предыдущие? Социальные вопросы в приоритете, учитывая мой опыт работы после депутатства, быть советником, штатным советником. Но я согласилась пойти внештатным советником для того, чтобы была возможность продолжать начатые вопросы. Давайте пройдем к вам в кабинет и посмотрим, что вы делаете. Как часто вы видитесь с новым Акимом? Ну, с Акимом я встретилась, имела честь встретиться один раз и обсудить самые проблемные вопросы, которые на сегодняшний день есть. Акима можно понять, потому что немного времени прошло с его назначения, есть очень много стратегических вопросов. А как часто вы приходите сюда? То есть это же, по сути, на общественных началах? Я прихожу по мере необходимости. Когда есть в этом необходимость, когда считаем нужным. Рабочий день у меня ненормированный. Бывает так, что утром зашла и ночью вышла. Бывает так, что я не прихожу. За год вашей социальной работы вот что было сделано? Я курирую вопросы комиссии по делам женщин. Мне удалось создать хороший состав, сильный состав комиссии по делам женщин, региональной комиссии по делам женщин. И второй большой блок вопросов – это работа с комиссией по делам несовершеннолетних, с детьми-сиротами, с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В основном такие вопросы. А вот можете привести примеры? Журналистов всегда интересуют конкретные факты, например. Может быть, вы многодетным семьям помогли, или, может быть, вы помогли женщине получить какие-то документы или пособия. То есть какая-то конкретика интересует. Ну, вообще, конечно, не скромно говорить о своих делах, о своих успехах. Но вот душу греет то, что я помогла нескольким нашим детишкам, выпускникам городского детского дома получить квартиры. Ведь проблем много. На самом деле эти дети не умеют кричать, требовать. У них нет этих знаний. Они стоят в очереди. Они стоят в очереди давно, еще будучи воспитанниками детского дома. Потом, когда они уже выходят из стен детского дома, у них теряется связь. Где-то там директор ответил, не ответил. Скажем, они пошли учиться в колледж. Колледж тоже зависит от руководителя колледжа, насколько он сможет быть попечителем. И если уже закончил, начинается взрослая жизнь, самостоятельная, и у них никого нет. И вот подсказать, что вот их очередь подошла, на что они имеют право, что нужно сделать, чтобы получить квартиру, нужен такой человек. Сколько человек получили квартиры? Я всегда говорю, что мамы, папы для них это мы, общественники, Аким, Акимат и так далее. Сколько человек получили квартиры? В прошлом году получила 41 человек, сейчас вот снова формируется список. То есть благодаря вам 41 выпускник детского дома в прошлом году получил квартиру? Не благодаря мне, это работа поставленная, в принципе, как положено по закону, так они и получают. Наша часть, наше дело помогать, содействовать. Раньше в Акимат было гораздо проще зайти, потому что, я помню, когда я журналистом была, корреспондентом, сейчас как-то вот усложнились, усложнился, так сказать, вход, да, в том числе, потому что многодетные мамы спокойно могли заходить, да, то есть у них там был доступ. И, ну, не секрет, что многодетные мамы часто выходят с требованиями, да, именно в здание заходит Акимата. Вот вам приходилось выходить, разговаривать с этими женщинами? Договариваться, да, то есть коммуницировать? Абсолютно, это происходит каждый день. Каждый день? Почему нет? Это абсолютно правильно выходить, и депутаты выходят, и я как член общественного совета выхожу, разговариваю. Сегодня вот только что у нас вроде как с вами запланированная встреча была по графику, да, но уже вчера с ночи стали звонить, писать, что, пожалуйста, придите, примите участие, ну, как откажешь, если есть знания, которые помогут нашим женщинам решать какие-то вопросы. У вас, у них наверняка есть какой-то WhatsApp-чат, вот вы туда входите? Я знаю, что мой телефон есть у всех, у всех. То есть вам могут в любое время всегда позвонить и попросить решить какой-то вопрос? Я всегда стараюсь дать обратную связь. Что касается того, что в здании, это не только к Акимату относится, и в министерство, и в администрацию президента. Женщины ходят, ну, женщины наши активны, я считаю, что это тоже нормально, абсолютно нормально. Мы сегодня с вами в Акимате говорили о том, что 21 управление в столичном Акимате и всего одно управление возглавляет женщины, да. Я заметила такую тенденцию, что у нас в казахстанском обществе, вот почему мужчины растут, мы говорим, там, о генданном неравенстве, но в целом наши женщины в Казахстане мало друг друга поддерживают. И как раз-таки вот первые, кто приходит там с хейтом, с критиком, с критикой, и в мой адрес, и в ваш адрес, это, как правило, женщины. Ну, я не совсем с этим соглашусь. Женщины эмоциональны. Она эмоционально выражает свои чувства, мнения. Мужчин тоже много, которые против, скажем, но они, скажем, ну, у них другая стратегия поведения. И складывается впечатление, что... Вот я просто живу в Астане очень много лет, и я вижу, как мужчины в политике, даже если они будут друг друга ненавидеть, но они все равно не будут точно... У них другая стратегия. Поверьте мне, поступают они еще похуже, чем женщины. У женщин все на виду, она выразила эмоции, все увидели, все поняли. А почему нет такой взаимной поддержки, woman power, да, например? Даже женщины, которые пишут про эту женскую солидарность, поддержку, они вас не поддерживали? Мне бы не хотелось, чтобы говорили так обо всех женщинах. В целом, женщины у нас... Я сама даже как член национальной комиссии по делам женщин при президенте знаю, что таких женщин много, и это очень хорошо. Но даже когда вы вошли в эту нацкомиссию, опять вы столкнулись с хейтом. Ну, это же здорово, когда люди выражают свое мнение. Что в этом хорошего, что... Абсолютно. Когда женщина заходит в национальную комиссию по делам женщин, это вообще... Ну, не поддерживали, скажем, ни одну меня, всех, любую женщину, более или менее известную, так скажем. Поэтому это нормальное явление. Женщина стала министром, ее будут обсуждать. Ну, пусть обсуждают. Пусть обсуждают. Это нормальное явление, это хорошо. Просто мне бы очень хотелось, чтобы у нас в Казахстане женщины научились друг друга уважать. Ну, мне кажется, это во всем мире так. Женщины не умеют сдерживать свои эмоции, говорят сразу, громко. Это везде и всюду так. Это природа женщины. Когда идут в большую политику, люди готовятся, мне кажется, морально, потому что они понимают, что все незакрытые вопросы станут открытыми, да, все разводы всплывут, все какие-нибудь там косяки, все, что, в общем, все плохое обязательно выплывет, да. Вы сталкивались с хейтом и с книгой «Ты казашка, гордись», хотя многие ее не читали. Я ее читала, нормальная книга. Когда прочитаешь, все встает на места, да. Вы сталкивались с хейтом, с вашим проектом «Казах-каза», да, хотя тоже неплохой проект. И, да, может быть, вы там брали какие-то деньги от государства. А как обучать, если не брать деньги? Да, ну, в смысле, в принципе, это любая школа берет. Вы не побоялись, учитывая, что у вас есть, скажем, два таких проекта нашумевших, да, и «Казах-каза», и книга? Вы понимали, что вот вы сейчас заявитесь на этих выборах и что это опять начнется муссироваться? Мне нечего бояться, стесняться чего-то, поэтому я смело шла, спокойно шла. Мне нечего скрывать от общества, поэтому здесь абсолютно не было никаких страхов. Ну, сомнения хотя бы были какие-то? И сомнений не было, потому что, ну, писали об этом, ну, замечательно. Любые большие дела, большие проекты, они сопряжены вот с такой реакцией. Никакие большие дела не делаются просто так. Вы посмотрите, проанализируйте историю. Это всегда любое большое дело, оно будет иметь вот такую критику. Почему вы все-таки закрыли проект «Казах-каза»? Наверное, из-за занятости своей. Я поняла, что общественная работа для меня гораздо больше значит. А я вот по жизни еще со школы, общественница, активистка, и мне это было интереснее. Во-первых. Во-вторых, я еще раз стала мамой, и я поняла, что вот эта работа, эта моя функция, она для меня важнее. Сколько лет сейчас вашему младшему сыну? Ему вот будет пять лет, я его поздно родила. У вас в семье есть ребенок, которого вы не рожали, которого вы усыновили. Не все об этом знают. Сколько лет ему сейчас? Ему сейчас 20 лет. Если раньше я о нем говорила, открыто говорила, то сейчас хочется уже как-то вот, чтобы он вошел во взрослую жизнь без этих разговоров. Поэтому сейчас мне бы уже не хотелось об этом говорить, потому что я думаю, что в скором будущем он женится, обретет свою семью. И вот это вот прошлое, наверное, уже пусть останется в прошлом. Нет, это показательный пример, мне кажется, потому что не каждая женщина на это решается. Учитывая, что у вас были свои дети. Да, но видите, это судьба. Я никогда не думала, что я буду из детского дома брать детей, ребенка, и тем более их трое. А как это произошло? Судьба так распорядилась. А это вот было время, когда я была в птичевском совете нашего городского детского дома. И тогда я встретила его, он не один, их трое, они тройняшки. И я узнала, что у них никого нет, они круглые сироты. И мальчик сам. А у нас была такая традиция по выходным дням приглашать домой. Забирали мы детей и кормили там по 20 человек могли у нас дома покушать. Мне это очень нравилось там покормить домашней едой. И вот в один из таких визитов он сам на кухне попросил моего супруга. Потом у него была фамилия русская. Он сказал, что у него понимание жизни, философия жизни наша, мусульманская. И мы ему дали свою фамилию. Он остался жить в нашей семье. Сейчас он живет самостоятельной жизнью, работает. У него друзья, своя жизнь. И мне бы очень хотелось, чтобы у него все получилось. Получается, я в принципе могу легко одеваться. Ну, лучше сразу в воду, чтобы сейчас не передумала Динаре. Нет, я после вас, Тарахат. Я после вас. Легко, легко. Знаете, в президентских выборах у нас участвовали вы, не я. Поэтому сначала вы, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала вылез, потом я. Давайте я вам подержу. Я это сделаю с большим удовольствием. Нет, я это положу, чтобы когда выйду, чтобы не было скользко. Полотенце, ребята, подойдите мне. А вы, когда первый раз окунались в прорубь, это где было? О, это было давно, это было в Алма-Ате. А потом везде. Я, в принципе, по своей деятельности, еще на госслужбе. Была во всех регионах. И везде я стараюсь искупаться. У меня папа, это, по-моему, 90-е годы, если 23 года назад. У меня папа тоже занимался моржеванием. Я помню, мы ездили на Бутаковку, он там три раза окунался. Мы просто смотрели на него, его дети, и думали, что происходит. Но если нет воды, можно обливаться. Из ведра, это в любых условиях. Вообще, вот спорт, он должен быть доступен. Динарочка, вот наши братья, помните? Да. Они же все были здоровые, крепкие. И не было тогда вот этих фитнес-залов. Брагана турник, ну, екагиря, уданку, полганджок. И все занимались же. Хархат, я предлагаю еще где-то часик здесь поболтать. Потом окунуться. Я поняла. Давайте, мы никуда не дорогимся. Я поняла. Давайте, подождите, я возьму петличку. Так, я потом просто повторяю все, что вы делаете, да? Вы повторяете все, что делаете. Бояться не нужно, нужно с хорошими мыслями всегда. Для здоровья. Слушайте, там не подскользнетесь нормально? Нет, нет, здесь все пробудим. О май гад, я не смогу. Раз, два, и три, четыре, пять. Хархат, выходите. Хархат, аккуратно, не уплывите никуда там, чтобы под воду. Это проверенные места, и нужно купаться только в проверенных местах. Ни в коем случае нельзя где-то там просто выйти и... С тела идет жарко. Великолепно. Мне сейчас жарко. И после этого рекомендую еще побегать по снегу. Совершенно не холодно, легко. Нинарочка, давайте. Хархат, вы не хотите мне помочь? Я уже передумала. Ощущение самое лучшее. Я вам доверяю. Я вам доверяю. Мама, что она делает? Что там можно делать? Хархат, я теперь поняла, я теперь поняла, почему вы абсолютно без страха пошли в президентскую гонку. Вот теперь мне все стало понятно. Теперь у меня все, у меня все вопросы, так сказать, снялись. Если нет воды, можно по снегу побегать. Может быть, вам в полотенце укрыться? Нет, спасибо. Так, теперь начинается цирк дышали. Я хочу просто понять Хархат Абден, так как мы сегодня пишем с ней большое интервью. И в принципе, ради контента я готова. Вы будете благодарить меня всю оставшуюся жизнь, Нарочка. Умница. Молодец. О, еще раз, еще раз. Все, все, все. Мама. На снег. Все, 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 все. Спасибо большое. Это было классно. Я поняла, знаете, одну простую вещь. Когда ты готов на такие экстремальные, скажем, поступки, как окунуться там в мороз, прорубь, да, тебе потом хейт, критика, какие-то вот такие вещи уже не так страшны. То есть это вы закаляли себе. Это закаляет и тело, и дух. И тело, и дух, это правильно подметили. И кроме этого, я в целом люблю здоровый образ жизни. Я и йогой занимаюсь, я до сих пор могу и на шпагаты, и на сальто, и все прочее. Моржевание – это, ну, самое доступное, что может быстро вот снять стресс, закалиться. Да, мне понравилось, что вы говорите. Динара, если у тебя есть стресс, иди в прорубь, окунись и стресс... В любую погоду. То есть, конечно, стресс уйдет, потому что... Сейчас, наверное, да, в наше время у всех столько стрессов, если вы ощущаете недостаток энергии, прорубь. А потом, видите, прорубь – это все-таки, ну, сложно, да, это надо идти к воде, это время. Можно просто обливаться ледяной водой. Я обливаюсь каждый день ледяной водой. А что вас еще закалило в жизни, что вот вы настолько устойчивы, да, и прошли, скажем, ну, через ад хейта, критики? Ну, моей жизни ничего просто так не доставалось. Начнем с того, что я родилась, выросла в небольшом поселке, все детство босиком, в большой многодетной семье. У меня родители очень простые люди, несмотря на это, я получила золотую медаль, это мои знания. Я сама поступила с пятеркой в самый лучший вуз страны, тогда, институт нархознородного хозяйства в Алма-Ате. Потом уже, когда я обучалась, я знала, что люди отдавали там машины, квартиры. И когда человек сам проходит этот путь, наверное, ему уже ничего не страшно. Самые сложные периоды вашей жизни. Что вас, прямо скажем, сделало ваш характер? Сделало вас Харахат Абзен? Наверное, 16-й год, когда я баллотировалась в Маслихат. Тогда тоже были очень такие сильные, серьезные выборы. Тоже были мажоритарные выборы по одному избирательному округу. Это были очень такие справедливые, прозрачные, сильные выборы. Тогда я тоже очень сильно закалилась. И помня о том, как я этот путь прошла, так же я вела свою депутатскую деятельность. И я понимала, что за мной люди, которые поверили в меня. То есть вы ходили по домам? Мы ходили по домам, по дворам. Разговаривали с каждым избирателем. А какой у вас был район? А у меня был Левый берег. Вот когда говоришь Левый берег, Тельмана все так думают, что это. Левый берег – это Пригородный, Тельмана – Заречный. Тельмана – это не тот, не Саранда. А дальше есть поселок, где очень много проблем. Где очень много частных домов, но они еще не часть города, да, по-моему? Да, потом они вошли в город. Пригородный – это огромный дачный поселок, где дети ходили. Представьте, протяженность дачного поселка 3-5 километров. И одна школа. Там нет дорог, там нет никаких условий. И дети через эту грязь шли в школу. Дети же не виноваты, что родители о них не подумали. И вот в то время я очень горжусь этим проектом. Тогда я ввела проект «Скулбас». И до сих пор эти желтые бусики возят детей в школу. А дорогу сделали? Дороги нет, не сделали. Это дачный поселок. Сам поселок, он не должен был так разрастаться, как поселок. Это дачный, дачный поселок. Но зато дети уже не ходят по грязи пешком. Их развозит школьный автобус. До сих пор? До сих пор, да. Проект был пролонгирован. К счастью, есть понимание. Почему вы не баллотировались в Сенат? Вот хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я бы очень хотела войти в Сенат. Не буду этого скрывать. Но вот после президентских выборов есть такая вот усталость, физическая усталость. Нужна была перезагрузка какое-то время. И вот признаюсь, я как-то вот не нашла в себе силы баллотироваться. Ну вот сегодня вышла информация, что в марте уже будут выборы в мажорист. Пойдете? Думаю, да. Думаю, да. Я буду баллотироваться. А если не поверит? Пойду по мажоритарке. Почему нет? После президентских выборов, после той поддержки, которая мне оказана народом, у меня есть большая уверенность. Я буду участвовать. Мне нравятся женщины, которые открыто говорят о том, что они хотят быть в большой политике. Мне кажется, вот эта искренность, честность, это так, это заслуживает уложения. Спасибо, спасибо. Мне нужно довести свои идеи до логического завершения. Мне нужно добиться решения многих вопросов. И здесь ряд вопросов. И вопросы возрождения наших национальных традиций, воспитания поколения будущего. Здесь вопросы института семьи. Очень важно, очень. Продвижение женщин, роли места женщины. Ну а кто это будет делать, если не мы? И сейчас, имея такой опыт и знание, я не намерена отступать. Чего бы мне это ни стоило. Мне понравилось, как вы сегодня сказали в Акимате о том, что вы будете добиваться того, чтобы женщин среди руководителей управления, ну в общем руководящий состав, чтобы там было больше женщин. Как вы собираетесь это делать? Я думаю, что так вот никто специально этого не делал. Так получилось. Я вот проанализировав всю ситуацию, сейчас вот думаю, что мы просто не взращивали женщин. То есть у нас нет такой школы политического лидерства? Института поддержки женщин, молодых женщин. А как у нас растут тогда женщины в политике? Это хаотично случайно, так скажем. У нас есть различные тренинги, школы политического, женского лидерства и так далее. Они больше, наверное, для такого-такого небольшого продвижения, для бизнеса, скажем. Но считая, что в системе государственной службы, вот даже вот мы на примере сегодня с вами проанализировали, на примере столичного Акимата, нужно прямо вводить институт подготовки молодых женщин. Этим должны заниматься региональные комиссии по делам женщин. Они есть в каждом регионе. Они должны знать всех работников, которые у них находятся. Если они приметили действительно достойную кандидатуру, уже заботятся о ее росте, всячески ее натаскивать. В старом Казахстане, как правило, росли женщины, которые имеют какие-то родственные отношения к людям, которые находятся наверху самым. Это не секрет, даже в том же самом Акимате. Здесь много лет Маляка Нигматулина была заместителем Акима. Сейчас у нас нет заместителей. Да, у нас нет ни одной женщины заместителя Акима города, ни одна женщина не занимает пост Акима района. А что, нет кандидатуры или в чем проблема? Вот вы знаете, когда мы посмотрели, достойных, подготовленных кадров женщин на самом деле очень мало. Потому что нужно взращивать, нужно прямо вот, скажем, пришел человек, специалист, и нужно готовить, натаскивать со всех сторон. Но, с другой стороны, я против, чтобы по половому признаку раздавали должности, ставили на какую-то позицию. В первую очередь должны быть профессиональные компетенции. Сейчас я заметила, что такие курсы начали преподавать женщины политики, которые ушли из политики. Ну и тоже хорошо, тоже хорошо, я знаю. Мироя Казбекова сейчас такие курсы преподает. Это замечательно, передавать опыт. Харахат, назовите женщин-политиков в нашей стране, которые вам нравятся, которые вам импонируют. Может быть, они были или есть. Ну, я не сторонник, еще раз повторюсь. Я не люблю создавать себе кумиров. Сейчас, чтобы сказать, что они у нас есть, эти женщины, мне кажется, мы не взрастили поколение женщин синих политиков. А чья это вина? Получается, это вина предыдущих женщин, которые были в большой политике, и они не передавали опыт, не помогали, не поддерживали? Возможно, возможно. Вот если вот на моем опыте мне всегда казалось, что мне еще рано. А сейчас я понимаю, что уже как бы молодые уже подходят. Сейчас молодая министр, ей 32 года. Что для вас Новый Казахстан? Новый Казахстан для вас – это очень такое сильное понятие. Это, наверное, переоценка общественных ценностей. Когда каждый из нас, каждый казахстанец должен не просто ожидать, что придет вот он, наступит завтра и наступит Новый Казахстан, а внесет свою лепту, тот Казахстан, когда слово «патриотизм» не будет казаться таким пафостым. Я вот так воспринимаю. Переоценка общественных ценностей. Я очень верю. Вообще я оптимист. Я всегда верю в хорошее, в лучшее будущее. Я очень верю, поддерживаю реформы, которые сейчас проводятся. Я верю в новый парламент, который будет скоро. А вам удалось во время президентской гонки поговорить с президентом Тукаевым? Нет, такой возможности не было. Но вот после окончания выборов, после инаугурации был концерт. И вот ненадолго, когда он уже проходил, он остановился и сказал, что ему понравилась моя выборная кампания. Ненадолго мы получилось немножечко побеседовать с ним. А Султанат Пархатовна, у вас какие взаимоотношения? Ну, я знаю Султану Пархатовну давно, очень уважаю ее. Как профессионала, как общественницу. У меня хорошее отношение, в принципе. Потом я же казах-казах, мы так воспитаны. Мы так воспитаны. Она постарше меня. Поэтому априори я уже уважаю. Во время предвыборной гонки, по-моему, во время, да, вы предложили отметить Хэллоуин? Да. Почему? А вы не согласны с этим? Я вам хочу сказать, почему. Я в этом празднике ничего плохого не вижу. Я вижу в нем какой-то фан, настроение. Ну, такой безобидный праздник. Я не считаю его безобидным, потому что здесь много негативных... Слушайте, ну есть дельство у Валентины, но это тоже не наш праздник. И что теперь? А зачем его отмечать? 14 февраля, ну... Есть у нас великолепный праздник. В марте будет, в апреле будет. Баян Сулу Козгурпеш. Давайте его отмечать. Я призываю. Это новый праздник, который недавно введен. А что? А есть праздники? Вы родились католичкой и хотите отмечать Валентина День? Нет, но мы сами себе в проруби купались. Мы же не православные. Мы не православные, вот и здорово. И мы об этом говорим, что мы не православные, мы об этом сказали. Нет, но весь мир отмечает Хэллоуин, потому что это просто фан. Я против этого праздника. На полном серьезе. Ясно, на полном серьезе. Все, что я делаю, это всегда на полном серьезе. Я понимаю выборы. Здесь, видите, выборы, короткий период, когда нужно максимально использовать эту возможность, завоевать сердца избирателей, так скажем. Какие-то вещи, может быть, они были хайповые. Но все это от сердца. Все это мои идеи. Например, та же идея, когда я сказала, что я против брака с иностранцем, что надо вводить налог. Видите, за короткое время сложно. Еще и все это надо распаковать, объяснить. То есть кто-то понял, что это налог и на наших девушек, которые выходят замуж за иностранца. Что в этом плохого? Как это можно понять? У меня есть девчонки, которые замужем за иностранца. Плохое то, что мы должны уберечь своих сограждан от того, что кто-то воспользуется этим только ради того, чтобы получить наше гражданство, решить свои какие-то вопросы. Поэтому, во-первых, во-вторых... В Америке это повсеместно. Мы не Америка. Почему мы всегда ставим пример в другую страну? Хорошо, смотрите, у нас сейчас очень много релакантов. Это не секрет. Так, и что теперь? Не соглашусь, мужчина, надо сказать. Женщина, значит, казашка, свободная, да? Влюбляется, там, не знаю, в гражданина России или в гражданина Америки, да? То есть вы хотите это запретить? Я бы там много давала интервью и на дебатах говорила. В первую очередь, это высокие чувства. Я никогда не буду против истинных чувств. Если это истинная любовь, то... Но заплатите налог. Не мешало бы заплатить налог. Сколько? Когда женитесь на наших девушках. Красивых, умных, нравственных, самых лучших. Сколько? Я вот и говорю о том, что за это время, когда идут выборы, вот все вот это раскрыть, распаковать сложно. Но у нас сейчас есть время. Нет, это надо садиться. Вообще, когда мы говорим о таких серьезных вещах, это целые институты должны садиться. Вы будете эту идею продолжать, двигать ее? Возможно, почему нет? Доводить до логического завершения. Все, что говорилось на выборах, все будет иметь продолжение. Именно поэтому я иду в парламент. Как думаете, почему у вас, скажем, не очень любят феминистки? Я не соглашусь про не очень любят и про всех феминисток. Феминизм очень широкое понятие. Благодаря феминизму и только благодаря феминизму я здесь сейчас у вас в студии, как экс-кандидат в президенты. Поэтому феминистки меня любят, я их очень люблю. Отдельные вы имеете в виду? Отдельные, да. Я не могу сказать, что могло не понравиться. Может быть, неправильное понимание моих идей, но еще есть время. Я лично хочу сказать, что феминизм очень много значит. И нужно делать все, чтобы феминизм развивался. Давайте поговорим с вами о бытовом насилии. Я лично была в 20-м году, в 21-м году за закон против бытового насилия. И до сих пор статьи не криминализированы. То есть до сих пор у нас за это, по большому счету, такого жесткого наказания нет. Вот вы завтра пойдете в мажорист. Вы боитесь за ужесточение наказания? Однозначно, однозначно. Вплоть до тюрьмы, скажем. Настолько сейчас этот вопрос актуален. Я скажу сразу, я в целом против насилия. Против, не только против женщин, против детей, против мужчин в том числе. Никакого насилия не должно быть. И законы должны быть устражены. Если столько лет мы об этом говорим и не добиваемся результата, статистика все хуже и хуже, значит нужно ужесточать. Давно пора, я бы сказала. То есть если вы пройдете завтра в мажорист, будете... Это будет одним из приоритетных вопросов, которыми я буду заниматься. А как вы думаете, в чем причина? Почему до сих пор, я вот тоже задавала этот вопрос министру внутренних дел, он говорит, я-то сам не против криминализации этих законов, но там предлагают, что вот они будут там улицы убирать. Я не думаю, что это как-то поможет. Ну, я не могу сказать, что это только у нас, это во всем мире, но когда мы говорим о светском государстве, о сильном государстве, вот эти вопросы мы должны решить в первую очередь. Что вы думаете по поводу того, что сейчас... Я говорю о вас, мы не должны связывать это с нашими национальными традициями. Меня это очень беспокоит, когда если где-то там что-то случилось, муж избил жену или что-то произошло, начинают говорить, что это связано с традициями. Ни в коей мере нельзя так считать. У нас у казахов такого не было никогда. У нас всегда в казахской степи женщину уважали, особенно женщину-мать. Мы же все воспитаны на наших казахских традициях, правильных традициях, поэтому связывать с традициями нельзя. Что вы думаете по поводу того, что сейчас в нашем казахстанском шоу-бизнесе какое-то массовое покрытие идет? То есть очень много известных певиц, известных селебрити сейчас надели хиджабы. Ну это, наверное, какая-то дань моде. Мы никогда не станем арабками, турчанками, как бы это ни было красиво. Мы должны ценить свою идентичность. И в этом наша сила, наша красота. Но у вас нет страха, что через пару лет мы превратимся в Акурамал? Вот хочешь покрыться, носи Акурамал. Это очень красиво. Это наш родной Акурамал. У нас очень много своей национальной одежды. Но у вас нет страха, что если сейчас известные люди, то это транслируют, это становится каким-то трендом, что через пару лет мы превратимся в Иран? У меня есть этот страх, и это часть моей деятельности. Я всегда об этом говорю. И очень страшно за маленьких девочек, когда ей 5-6 лет, а она бедная путается в полах этого хиджаба. С этим надо работать. Кто должен этим заниматься? Это идеология. Вообще нет такого, что кто должен. Мы женщины, мы воспитываем детей, мы передаем наследие, культурное наследие наших предков. Все зависит от нас. Ждать, что кто-то за нас это сделает, нельзя. Мы должны каждый из нас говорить об этом, работать с этим. Вы верующий человек? Да. Я верующий человек. Но я воспитана, наверное, в казахских традициях. То есть без такого вот... И у нас, у казахов, никогда не носили хиджабы. Никогда не носили хиджабы, никогда не покрывались. Казахская женщина... Казахская степная женщина могла сесть верхом, да? Казахская женщина единственная в Азии, которая не покрывалась. Казахская женщина, которая наравне с мужчиной садилась на коня, и к ней прислушивались даже старейшины. И мы должны гордиться. Вот этим мы должны гордиться и продолжать. У нас очень много традиций, которые вот такие красивые. И мы должны сохранять и возрождать, и продолжать. И я очень верю, что наступит тот день, когда мы будем носить свое. На нас будут смотреть другие, носить нашу одежду. Кстати, Динара, я всегда говорю о вашей деятельности. Ведь немногие, вот сейчас вас больше знают как блогера, но вот тот вклад, который вы внесли в общество, когда дали такую моду на ношение нашей национальной одежды, это, конечно... С современной интерпретацией. Да. Когда вы сделали такой вот микс, мне это очень нравится. Спасибо, спасибо большое. И уже после вас появились и другие дизайнеры, модельеры. Это здорово. Карахат, последний вопрос. Через 7 лет снова выборы. Пойдете? Ну, вообще, честно говоря, смешной вопрос. Потому что вот в наше такое быстротечное время мы не знаем, что будет завтра. Слушайте, у нас... Как институты, следующие выборы через 7 лет. Вам никто не запрещает в них снова участвовать. У вас есть опыт. Я отвечу так. Поживем, увидим. Но однозначно я ничего не боюсь, ничего не отступлю. Хорошо. Кем вы себя видите через 7 лет? Я вижу себя ярким политическим деятелем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok